МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Прямой эфир телеканала «Россия» продолжает вести Ульяновск. В студии Владислав Литковский. Здравствуйте. Смотрите в нашу русский. Тепло вернулось, правда, не везде. В связи с холодной погодой в Ульяновске к отоплению подключили больницы, детсады и другие соцобъекты. Он пал под Луганском, но его имя увековечили в родной школе. В 11-м лицее появилась именная парта выпускника, нового героя страны. И праздник жизни продолжают отмечать православные. В тост мостовая слобода возразили давнюю традицию крестного хода. На первое воскресенье после Пасхи людей было море. В больнице, детские сады и школы вернулось тепло. Осуществлять подачу теплоносителя до достижения стабильно положительной температуры воздуха поручил глава города. Сегодня теплом обеспечены больше 200 объектов. Соцсферы, учреждения здравоохранения, детские сады, школы, три центра детского творчества и одна школа искусств. Подача тепла ведется по заявкам. Перенесли и сроки гидравлических испытаний, но без горячей воды сегодня остаются жители Заволжского района. По словам директора Т-Плюс, откладывать ремонт оборудования нельзя. Это может привести к серьезным последствиям в следующем отопительном сезоне. Чтобы досрочно завершить работу, компания мобилизовала все силы и средства. Планируется, что в середине недели начнется прием заявок на возобновление горячего водоснабжения. 630 тысяч рублей на первого ребенка и 833 тысячи на второго. Проиндексированный материнский капитал все так же дает возможность родителям улучшить жилищные условия, вложиться в пенсию мамы или на образование детей. Последний вариант все больше набирает популярность. Почему? Ответ в следующем сюжете. Хочу полицейским. Полицейским? Классно. Планы на далекое будущее в стабильном настоящем. Мечты о профессии у четырехлетнего Саши меняются регулярно. Мир познает каждый день, в том числе и в частном детском саду, который родители мальчика смогли позволить благодаря материнскому капиталу. Мы второй год уже оформляем материнский капитал на обучение в частном детском саду. Да, получается, буквально-таки в марте мы оформили второй раз. Но это такая существенная статья затрат, которая, по сути, не тратится из семейного бюджета, а идет за счет поддержки государства. Жилищных вопросов у семьи не было. На пенсию мамы откладывать сертификат тоже не стали. Вложиться в образование ребенка. Выбор Юлии Косец, как и многих других российских мам. Я хочу стать учителем. Почему? Потому. Загадочный ответ вскоре сменился конкретным. Мама, как пример для подражания. Анна Царькова, учитель в Ульяновском лицее, потому и младшая дочь быстро определилась со стезей. Старшая Настя решила отличиться, пойти на управленца, поступив в Буз Питера. Учебу покрывают также за счет сертификата. Три года обучения из четырех обойдутся для семьи бесплатно. Два из них, Настей, уже пройдены. Мне очень рады учиться, интересные пармены, также хорошие учителя. Маткапитал делает образование доступнее. Столичные вузы для провинциалов стали ближе. Государственные деньги помогут студентам и с жильем. Есть возможность не только оплатить обучение вашего ребенка в высшем заведении, а еще и оплатить при помощи средств материнского капитала проживание в общежитии, если вам университет предоставляет. Только с начала года более 200 семей в Леоновской области воспользовались маткапиталом в пользу образования детей. Общая сумма 8 миллионов рублей на всех. Запустить сертификат в работу легко через сайт госуслуг, оформить нужную анкету и в течение пяти дней ждать ответ. Распорядиться средствами материнского капитала на оплату детского сада. Обучение по дошкольным программам можно сразу после рождения ребенка, в связи с которым возникло право на выдачу материнского капитала. По программам основного и дополнительного образования распорядиться возможно только после достижения ребенка трехлетнего возраста. Трата на содержание, присмотр и уход за ребенком тоже может взять на себя маткапитал. Главное, чтобы организация, предоставляющая услуги, находилась на территории России и имела соответствующие документы. Маргарита Матюшинская, Сергей Пузиков, Вести, Ульяновск. Новые герои, которые отдали жизни, исполняя боевой долг. Сегодня многие школы Ульяновска связаны с именами таких людей. В 11-м лицее появилась парта с изображением 32-летнего героя СВО, который погиб в бою в Луганской области. Здесь же вспомнили и других военнослужащих, павших в сражениях. Минута молчания и вот уже первые слова, от которых ком в горле звучат из уст старшеклассников. Плывут их души облаками и слезы рьют грибным дождем. И наблюдают, наблюдают за тем, как мы вот здесь живем. 11-й лицей вспоминает героев, погибших в зоне СВО. Каждый из них по-разному имеет отношение к учебному учреждению. И память о военнослужащих, отдавших себя за будущее страны, в этих стенах живет. На сегодняшний день мы очень надеемся, что эта цифра никогда не будет расти. Сегодня у нас три выпускника, лицея погибли. И два отца, которые папы наших учащихся 11-х классов. Один из них представлен к званию Героя России посмертно. Это получается пять человек, которых сегодня мы будем вспоминать. В центре зала парта героя. На ней фотография погибшего и пояснение к ней. Виталию Лампееву было 32. Он сам в момент начала мобилизации изъявил желание идти на фронт. Но он принял решение, и мы приняли его решение тоже. Сам согласился идти в разведроту. Вот, сказали, мы узнали, мы это позже. Ну вот и готовили. Готовили три месяца. И 10 марта он погиб. При очередном выходе за ленточку ребята погибли все, кто с ним был. Честь занять парту героя выпадает активистам и отличникам. Семиклассник Игорь Захаров в своем выступлении клянется всегда быть честным и справедливым. Быть примером для младших. Клянусь, достойно нести звание лицеист, не посрамив память погибших героев. Для 14-летнего молодого человека все эти слова – не пустой звук. К сожалению, он знаком с печалью своих товарищей. У меня есть один знакомый, у которого погиб отец на войне. И также один из моих одноклассников тоже потерял своего отца на специальной военной операции. Грустно? Да. Грусть, но вера в светлое будущее также не покидает. В 11-м лицее память о героях предыдущих поколений и сегодняшнего времени живет. Ксения Грищенко, Михаил Державин. Вести Ульяновск. Весна – пора красивого цветения и сладких ароматов яблонь и сирени. Но на въезде в микрорайон Искра-Репина Ленинского района Ульяновска этот букет перекрывает совсем другой запах. Канализационная амбре сшибает с ног каждого, кто подходит к остановке общественного транспорта поближе. В начале весны, когда еще держался температурный минус, местные жители заприметили небольшую яму. С каждым днем она ширилась, а напряжение среди местных нарастало. Заявки, обращения водоканала и администрацию областной столицы не приводили к нужному результату. С таянием снегов таяла и надежда на то, что коммунальная проблема разрешится быстро. Запах канализационных стоков окутал территорию плотной завесой. И тогда местные активисты обратились за помощью в ОНФ. Работы не проводились, потому что был весенний период, земля была очень сырая и техника не могла подъехать. Конечно, мы все это понимаем, но хотя бы ограждение нужно было выставить, чтобы дети могли провалиться или хотя бы там животные. Меньше, чем через сутки на площадке появился он. Великий, могучий манипулятор. И работа закипела. Правда, эффект визуальный гораздо ярче, чем практическая польза от появления железного гиганта. Найти решение весной точно не получится. Во-первых, разрушенная и изношенная на 90% труба залегает глубоко. Прямо под свежеотремонтированной в прошлом году теплотрассой. Во-вторых, диаметр пострадавшей части системы водоотведения – один метр. В регионе таких не производят. Есть еще и третий фактор. Необходимо согласование с организациями сторонними, с теплосетью и так далее. Потом, значит, нужно будет останавливаться КНС и так далее. То есть работы должны производиться в условиях действующих канализации, скажем так. Ну и, естественно, необходима закупка трубы. Коммунальщики финал пахучей истории намечают на конец июля. Представители Народного фронта обещают за ситуацией пристально наблюдать. Елена Тимонина, Денис Миронов, Вести, Ульяновск. Крестный ход на Красную горку. В мостовой Слободе возрождают традицию, когда всем поселкам отмечают православные праздники. В это расшествие и концерт состоялись на Антипасху. Объединил жителей местный ТОС. Подробности в следующем материале. Крестный ход идет тем же маршрутом, что и 350 лет назад. Первую деревянную церковь во имя Рождества Христова заложили в мостовой в 1651 году. А основали Слободу на берегу Свияги казаки, которые были призваны охранять симбирскую черту. Поэтому на Антипасху они здесь не случайные гости. Симбирское отделение казачьего общества и симбирская община среди организаторов крестного хода. Благословил который митрополит симбирский новоспасский Лонгин. Основные три добродетельцы христианские, они должны быть у нас у всех. Ибо только имея веру и надежду и любовь мы можем последствия Христу. Потому что Господь сам сказал, ибо я есть путь, истина и жизнь. Вот мы идем по этому пути. Пути укрепления веры. Жители мостовой Слободы с большим водоушевлением откликнулись на посыл возрождения крестных ходов. Мы радостно, что в такой значимый для православных христиан день нас собрала именно церковь всех. Больше народу ходит. Это не может не радовать. Крестный ход, лично я считаю, отличная идея. Планируем, что у нас крестные ходы будут продолжаться. Следующий мы планируем провести уже на Казанскую. Дело в том, что в храме мостовой Слободы, самом старинном Бульяновске, три престола. Главный в честь Рождества Христова, в правом пределе во имя святителя и чудотворца Николая. И в левом в честь Казанской иконы Божьей Матери. И крестные ходы раньше совершались по всем трем праздникам. Нравится, ребята? Да! А ты вообще? Шапа получается. Здорово? Вот так. Видите, как здорово. Оказывается, вы вот на пластилине научитесь, а на следующий год уже сами можете делать куличи, да? Вы будете знать, как их украшать. После крестного хода детям устроили мастер-класс по украшению куличей. Взрослым раздали настоящие из печи собственной мастовской пекарни. Каждый мог прикоснуться к старинным доспехам и современному оружию. Венцом празднику стал пасхальный концерт, подготовленный детьми из воскресной школы. Дмитрий Гемельянов, Вести, Ульяновск. Далее прогноз погоды. А мне на этом все. Я благодарю вас за внимание. До свидания. Субтитры предоставлены. Субтитры предоставлены.